всех приветствую сегодня снова у нас стали у нас новый маршрут и опять в гору один башню посмотреть в общем тут я правда прошел уже много окон все как везде большие окна где-то даже мисками я видел заложенные огромные окна но речь сейчас не о подвальных помещениях которые больше похожи на этажи и каких в скалах тут копали и чем лопатами наверно ну и куда землю девай и так далее пару слов начали хочу сказать о дурдоме тут вот михаил идет впереди я услышал его взять и новость на днях у него сейчас еще уточнил в общем третья процедура пошли черные пятна через время а у него сахарный еще диабет и причем ему сказали его лечить не будут от сахарного диабета если он не пройдет процедуры я думал наоборот освобождает от этих процедур такая фишка в общем то он три сделал и результат сначала по телу черные пятна потом у него посинили ноги и прям с бордово красными оттенками там я к сожалению не смог до него дозвониться хотелось бы самому увидеть и сфотографировать он на телефон поменял но попробуем еще дозвониться может быть и сделаю фотографии это чтобы было видно в тем более тут есть уже как бы на компенсацию подают этих вещей поэтому нужно ему это посоветовать пускай занимается угрохали здоровье которого и так особо не было поэтому такие с такими вещами надо как-то разбираться ну пойдем сейчас тихоньку тропинку найдем и смог будем смотреть что интересного то будем снимать дошли мы до тропинки уже идут интересное маленькое сооружение ну понятно что она современная облагорожено и так далее но вопрос куда это вход это же не все просто тогда понятно что тут много чего в горах есть чего закрыто и так далее на еще начале еще немножко о дурдоме что потом это всем не касаться там вот я все время наблюдаю за этими процессами вот как сегодня правительство рулят на гостем правительство германии ну и тут понятно что они совсем не рулят а то есть выполняют чьи-то задачи и помним мы все прекрасно как на континенте на американском континенте выбрали президента и вот тут какой-то провал похоже мишань смотри какой провал и это как бы всему миру показано я уже даже не говорю кто такой а что такое президент это когда вот он ним это существо не в состоянии управлять своим телом языком головой и так далее он как бы должен управлять страной вот такие вот показатели ну это в принципе наблюдается на сегодняшний день почти по всему миру мы родину моих предков жалко конечно россия что там происходит вроде уже столько времени ну буквально там течение месяца это может даже раньше не помню все вот это вот развеялась быстро довольна мысль о том что решили освободиться нет все так же и продолжается россия продолжают грабить какие-то неизвестные фантики при этом ничего не дают но тут похоже тоже будет невесело есть такое мнение ну 90-е годы мы пережили поэтому нам уже не привыкать будем дальше как-то выживать вот мы и дошли до чего-то да эти фотографии я видел это просто маленькая плотина водосток да блин а на фотографии смотрелось как будто знаешь какое-то подземное сооружение фигня это все за просто тут как воду задерживает маленькая плотина так подожди мешай нам надо посмотреть по какой тропинке дело в том что тут одна слева у нас и одна справа да я посмотрю по карте еще давай ну и пойдем дальше смотреть все интересного будет снимем покажем маленькая еще одно восхождение на гору хардс но близко так километру где-то примерно точно я не смотрел даже высоту неважно не это не интересно но высоко прошлый раз мы довольно долго взбирались на нее какой-то сарай то ли дач какая-то водички к сожалению тут сейчас совсем мало бежит на после дождей на такой своего дождевой сток тут сделаю маленькое добавление забыл по всей видимости сказать что в начале своего пути на эту гору я сделал замеры мультиметром показания были в пике сразу где-то 30 милливольт а потом падала до 20-15 милливольт но самые интересные замеры будут именно на горе наверху также в промежутках я замерял где-то местами но там ничего интересного не было просто из-за за усталости в общем то немножко маленькое повышение было но незначительное самое интересное наверху наберитесь терпения и досмотрите до тех моментов ну подъемчик я думал будет легче на карте по крайней мере так смотрится но на самом деле может быть даже и тяжелее чем с той стороны хотя наверно то же самое в общем серпантин такой же или даже он как-то чаще сделаны на до короткий направо налево направо налево и ну еще где-то на нижней части находимся но мы уже устали честно говоря там стали городке шли все время на подъем там тому быстро шли а тут уже быстро не получается уже дыхалочка ноги чуть-чуть местами чувствую мышцы побаливать начинают ну хорошая гимнастика так ищем что-нибудь интересное довольно довольно долго мы шли ничего не встречали тут появились какие-то глыбы гранитные вроде как откололся или сама откололась тут камни опять как отшлифованы какая-то совсем непонятно совсем что-то другое даже блестит вы кого-то чем-то тут работали но это явно чем не работали интересно тут вот этот камень который немного на мрамор смахивает в общем-то перемешку все но большому счету пока интересного особо мы ничего не увидели идем амфитеатр там где-то должен быть по дороге у нас если конечно но с той стороны он был закрытый меня не исключаю что он из этой стороны будет закрыты ну как дойдем так узнаем по дороге что интересно увидим все непонятно интересное все снимем ну тут такая интересная немножко скала с обзорной площадкой правда кусты не обрезаны плохо видно сейчас ну тут этот натуршу сгибет как бы не обрезают они ну по крайней мере вот так посмотреть чтобы понятно было на какой высоте мы уже находимся где там домики где-то они это правее левее там домики сам внизу мы там начали подъем мы идем дальше я конечно попробую сейчас приблизить я не уверен что будет видно на противоположной стороне скала и она сверху из нашей страны смотрится как будто ровная попробуем сделать приближение ну вот так вроде видно но по крайней мере верхнюю площадку вы точно видите просто она такая слегка под уклоном но похоже что идеально ровная ну прикольно но туда там сверху я вижу какие-то скалы что-то напоминают мегалиты но туда не знаю вообще есть проход нету представления не имея ладно идем дальше ну тут хоть камни стали появляться какие-то напоминающие такие форму немного блоков и они же нам как бы еще дают отдохнуть потому что мы уже подстали спина мокрая долго шли ничего нам не попадалось совершенно и вот только не знаю где на какой высоте мы начали попадаться да и вот скалу я сейчас еще раз попробую показать его отсюда еще лучше видно михаил глазастый он как бы впереди меня шел и увидел а может я бы вообще не увидел или увидел бы встану вот так в тенечек чтобы не засвечивала камеру и попробуем по максимуму где она вот она с такой площадкой а там сверху какой-то как столб стоит сейчас попробую приподнять болит на давай поднимайся потихоньку вот не так резко и там какие-то вроде как блоки дам слева вижу тоже и там еще у леви еще вижу блоки знаю попаду я сейчас потому что я не блестит все я принципе толком ничего не вижу наверное на камеру хоть будет видно попробую чуть-чуть приблизить ничего не вижу едем обратно и тут слева все там видишь дорога какая дорога тропинка или как или автомобильная до автомобильная вот автомобиль увидел там скала сверху но я думаю мы отсюда не сможем это отснять там вот у нас впереди тоже скалы но их тоже не могу снять отсюда деревья мешают я не знаю сколько у нас выступ чтобы вот эти справа посмотреть ну чуть-чуть как бы я спустился не очень хороший обзор одна такая более прямая и вон там вглядывает которую почти не видно сейчас дальше пойдем может еще чем-нибудь попадется интересно так похоже какие-то отвалы там какая-то скала но сейчас посмотрим добрались все таки мы до этой башенки сейчас мы ее подойдем посмотрим вообще интернете нашел ее посмотрел вроде она как обзорная ну посмотреть так скажем вокруг себя ворк да но не знаю чё там за отвалы камней куча но тут-то я вижу что похоже камушки тоже другие возможно тут и башня была другая тяжело тяжело там хорошо многое дыхание сколько я сейчас горным воздухом надышусь ой там лавочка есть сейчас мы там и отдохнем ну да тут уже свеже колотый резанный гранит башня тут еще лавочки сейчас мы в башню тоже зайдем потому что обзор по полной тут где я что видел скалу отсюда не видно ее где ее мешают плохо видно в смысле так отсюда уже канатную дорогу видно и ту сторону где мы ходили первый раз с Михаилом так так что-то пока ничего интересного не вижу идем башню ну да тут и год в принципе 1993 год поэтому 901 где-то ты где-то успел вычитать да 901 Михаил говорит была разрушена об этом восстановлена ну да тут уже цинкованная железа лестница в смысле потому что все откроется понятно чтобы не ржавело ну что-то низковато они ее сделали слушай вот оттуда мы ее смотрели ага амфитеатр мы все-таки похожи ничего не посмотрим там смотри просто новая стройка идет и и как бы я мог подумать что это произойдет конечно я бы раньше это все снял я думал потом будет время сниму ну похоже снял похоже сейчас все там переделают заделают и вообще мы ничего не увидим реставраторы все по полной зареставрируют но обзора к сожалению на 360 не получается тут уже все вот справа деревья пошли обзор закончился все идем вниз и там походу что будет интересно будем снимать ну вот мы забрались в гору и я уже пару раз проверил и такая интересная вещь происходит идет не падение напряжения а зарядку он сейчас михаил возьмет я надеюсь это у него уже третий раз да да вот растет медленно ну растет у меня первый раз до 60 выросло это мы вот возле этой башни конечно можно зайти в башню правда она гранитная не знаю какой результат будет сейчас мы наверное проверим их башни медленно медленно но потихоньку растет сейчас чуть-чуть падает но там если пальцами пошевелить то немножко падение опять пошевелил да ну интересно сейчас еще в башне проверим ну вот я еще разок хочу проверить что уже как бы сейчас возьму чтоб не шевелить вот так ну вот это раз меньше перед этим было 61 сейчас 51 ну такие интересные результаты пошли в башню проверим там забрал себе башню проверим тут забирают у нас башня или дает ахахаха смотрите недалеко я на лавочке сидел тут буквально там с десяток 15 метров а нет сейчас вроде держится а почему первый раз так улетела интересно я уже думал сейчас еще раз попробую нет тут падение идет медленно и но падение интересненько так ладно тогда пошел я из башни не буду задерживаться ну так камушки сейчас ну для скептиков конечно будет наверно очень интересно а вот это наверное то что разрушенная было то что там написано разрушенного нужно от первой башни остатки дай вот эти камни здесь навалили может быть но не вывозили за их отсюда конечно по камням трудно судить были ли они в башне или нет ну для скептиков многие там не вернее некоторые писали ничего это не работает ничего не понятно но я вот вижу обратное я завяжу это уже не первый раз тем более на лавочке сидел было одно башню зашел и совсем обратное то есть на лавочке пока я сидел у меня шел подъем напряжения в башню зашел идет сброс напряжения ну конечно же не говорите мне чтоб я тут попробовал я сейчас попробую вот натуральных камней натуральных камней заключили их в эту систему или нет подключили или нет оставим пока я ножки не открутил это все довольно быстро можно сделать буквально считанные секунды раз раз и готово так видно так ну почему то тут единичка одна была чуть-чуть шел подъем еще разок ну значение очень разные опять же сейчас я попробую не дотрагиваться до камня так еще разок прикоснемся остановилась к камню нечего совсем свалилась что-то непонятное происходит и интересное кино то засадню зашкаливало теперь все свалилось что-то вроде как бы что-то меняется тут непонятно каждый раз берешь и каждый раз по-разному ну ладно будем дальше пробовать ну что вам сказать все загорожено закрыто в конфитеатру мы я так и предполагал что не попадем потому что мы в тот раз видели что тут все закрыто и похоже мы там потом ничего не поймем уже там закатают все в бетон все-таки у нас век бетона закатают все в бетон и мы ничего там толком не увидим а мы идем я вижу что мы выходим почти туда же я говорю Мишаня а почему мы в тот раз этой тропинки не видели которая уходит направо мы бы по ней спустились а оказывается она там закрыта но люди снизу когда идут они тут уже вот видите по такому такой сыпучей земле сами тут натоптали потому что представляете столько подниматься и обратно идти ну как бы вы хотя бы вот этот кусочек оставьте открытым зачем его было закрывать и мы сейчас как бы выходим получается в рабочую зону не все это за дурдом блин это же просто дурдом япона мать что ж у них так с головой часто так бывает нехорошо тут что за вот это тень была вода какая-то зеленая остатки вода походу сюда сливалась набиралась и тут задерживалась частично тут тот раз я с той стороны снимал с той стороной ограждения мы были ну даже если бы я хотел сейчас я попал как бы на эту но все равно я не могу дальше зайти все закрыто блин ну ну значит не судьба понятно они в общем-то тут люди протоптали вот походу тоже что-то запечатано неизвестно нам что там воду там собирают или еще что или какие-то подземные сооружения ну да понятно люди представляете себе такую гору поднялись и не попасть на место ведающих как-то не серьезно и они тут входными путями протаптывают всеми возможными способами поэтому мы не могли ее увидеть эту тропинку в прошлый раз и мы вышли опять практически туда же мы сейчас пройдемся чуть левее посмотрим так надо нам Мишаня быть теперь осторожней чтоб не содрать тут себя энергию пойдем там где не предназначено для проходов потому что тут все так аккуратно обложено а мы сейчас напрямую поехали ну мы в прошлый раз так и предполагали что тут была стена вот это вот насыпь а тут вот сейчас наткнулись на знак 4 метра ширина 150 метров длина и 2 метра высота якобы тут была когда-то такая стена ну да видно что тут куча ну такой хребет идет камней я уже в одном ролике показывал туда уходит и ну оттуда от края идет она хотя камней как-то маловато да осталось растащили что ли куда ну может растащили конечно разговора нет что пошли леви пройдемся посмотрим там ограждения есть нету потому что туда я не хочу идти там сейчас стройки идут и как бы особо смысла нету и туда ходить и не зашунгитить и ничего в общем только что-нибудь им оставить подарки но тут вроде я сейчас не вижу ограждений посмотрим по крайней мере близко не видно в тот раз близко было видно короче я не знаю мы не можем найти или этот амфитеатр древний его просто закатали тут в бетон щебень и короче ну я сейчас вот тут женщина одна ходит спрошу еще конечно может быть мы просто найти не можем или он вот тут был на фотографии то я находил там было так очень сильно все вниз и там видно было старинные какие-то старые сооружения остатки сейчас мы еще поспрашиваем может быть я ошибаюсь неужели они могли вот это взять все закатать так и решили на этом месте что-то новое построить примерно в том же стиле но если судя вот по этим вот металлическим я вижу там как ступеньки вроде как для лавочек сделаны это просто жесть какая-то если они закатали такое старинное сооружение вот так все в бетон в щебень а тут и спрашивать оказывается не надо вот надпись сохранилась еще Берг театр Хартсберг театр касса осталась представляете они просто все нахрен вот это древнее закатали охренеть можно вот беспредельщики конечно я понимаю тут обзор будет шикарный я думаю он и не хуже был в принципе но факт что то что там остатки все древние все закатали бетон и в щебень вот такие вот дела вот так вот реставрируют ну а тут вдоль дороги лежит куча колец колодцы видать там какие-то может быть ступеньки будут или что скорее всего ступеньки сливы и так далее короче от того древнего мы больше ничего не увидим ну такие вот пироги представляете какая крутая реставрация ну мне прям понравилось прям просто взяли все закатали и новое строят круто очень круто замерила тут напряжение в общем пике первый раз но так быстро я еще никогда не видел чтоб так быстро слетала пятьдесят и потом вниз там в районе десяти потом последующие уже в районе тридцати и опять так же вниз в районе десяти пяти ну по всем признакам тут сбор идет по полной поэтому мы решили тут не задерживаться тем более у нас шангита с собой нету чтобы все тут это проделывать но проделывать еще похоже рано поэтому мы решили быстренько отсюда нарезать туда на лавочку подзарядиться и на спуск и там в тали что-нибудь еще добавлю ну и этого театра древнего все-таки там фотографии остались я их попробую подыскать и добавить где-то тут и добавлю у я позвонить так и хочется и страшно блин шучу конечно кстати мне не помню кто-то из зрителей писал в прошлый раз то что мы там ходили по верху и вот именно по этим тропинкам между этих булыжников и в тот раз я говорил может мы найдем источник и силы да то есть где мы где я до этого раньше зарядился потому что мы обошли тем более не одну гору а две горы и у меня тогда было все так здорово и даже домой не хотелось идти только домой когда приехал тогда усталость появилась в прошлый раз мне зрительница зрительница по-моему она написала что возможно вы там ходили под этим тропинкам туда в зоопарк этот и с вас там все это дело собрали и вот сейчас то что наблюдением то есть я там замерил и все так быстро сваливается очень и мы как бы не собирались туда идти потому что там еще и стройка идет ну и вот сейчас мы себя чувствуем отлично похоже мы там на лавочке посидели подзарядились и тут мы походили совсем не по тропинкам ну по крайней мере чуть-чуть совсем по тропинкам прошлись постарались избежать этих тропинок предназначенных для туристов которые именно там на этом месте ведающих которые исковеркали и мы идем обратно в хорошем состоянии сейчас мы еще пойдем на ту лавочку снова там посидим немного и по новому маршруту пойдем на спуск ну как-то так и там еще городки мы проходили там интересные домики были там и окна заложены такие интересные с мешками там что-нибудь отнимем ну вот с другом идем рассуждаем и к интересному выводу пришли ну вот представляете пришли вы туда или поднялись на подъемнике а решили например вниз идти пешком по какому-то из маршрутов ну да походили с вас энергию содрали у вас сил не осталось как вот у нас прошлый раз и вы обратно уже решаете на подъемнике мало того что с вас энергию содрали с вас еще и денег сдерут за то что вы назад съехали ну сразу два в одном в одном флаконе так скажем ну все так все до следующих интересных там каких-нибудь скал или еще чего-нибудь может быть попадется на дорожке ну ка мишань возьми ну опять мы на этой лавочке и мишаня продолжает заряжаться вот что-то падение пошло ничего не делай просто сиди что-то до этого у тебя лучше было сейчас хуже ничего не делаешь возьми вот просто и ничего не делай больше не не явно неправильно а подожди идет идет потихоньку идет ну в общем у него до 55 поднялась в общем медленно потихоньку я вот сидел и наблюдал за этим медленно потихоньку заряд поднимается вот именно на этом месте в башне я проверил там идет в обратную сторону какие результаты тут вот на что внимание друг у меня обратил это дубы в основном одни дубики и они все такие довольно древние как вы видите по стволам дубики дубики но иногда вот совсем свежие кленчики попадаются но в основном это дубики и там мы сидели на лавочке на это внимание обратил говорит смотри вокруг одни дубики сколько им лет не очень много я так понимаю одно старенькое то ли упало то ли спилили более-менее старое более-менее толстый ствол наверное упало тут тропинку освободили от ствола но конечно остатков не оставили все-таки это дуб понятно если бы и ну сейчас тут данным месте не просматривается а вот где-то местами очень много глины на этой стороне просматривается вот где более-менее осыпалась земля глины довольно много просматривается в общем промахнулись мы с тропинкой опять чуть не ушли на ту сторону где мы были с Михаилом в прошлый раз вернулись обратно перешли хорошо не сильно далеко спустились но уже прилично и тут мы заговорили про печати там пять пальцев гора есть где ролик показывал я попробую найти ссылку и оставить в описании если этот ролик найду и оставлю ссылку и печати печати в общем ему знакомые рассказали в чем смысл этих печати в общем кто-то мудрый зная немецкую слабость в общем когда собираю собираешь эти печати которые разбросаны в хардс есть даже где-то там карта и где они отмечены в общем где находятся эти печати таким образом вроде бы с одной стороны хорошо стимулируют людей за счет их не слабости к прогулкам таким горным многим путешествиям и тем самым повышать здоровье людей согласен очень хорошо но тут есть еще один подводный такой камушек вот мы например ходим по этим местам не так давно но тем не менее то где-то ты водички купишь то что-то перекусить захотелось то мороженку то еще чего-то и в общем-то таким образом получается они еще и на этом зарабатывают и в результате сколько они заработают пока ты эти печати соберешь чтобы получить вот этот какой-то там подарок не знаю в чем он заключается этот подарок но факт то что вот такая фишка присутствует да с одной стороны нацию выздоравливают а с другой стороны плюс еще и зарабатывают на них и какие-то при этом подарки все-таки выдают прикольно ну не знаю на видео видно не видно какой тут довольно приличный подъем мы идем за обратно спустились с этой горы в общем по строительству домов ну тут все то же самое как по всей германии причем где-то стены даже под откопали видно хорошо что там откопанные стены дальше глубже правда не знаю какая там земля дальше глубже нет у меня тут знакомых с подвальчиком которые бы зайти и все это дело посмотреть так более понятно один конечно у меня друг хочет углублять подвал там тоже в лесу живет но не знаю когда у него будет такое желание где мы видели окно заложенное не помнишь мешками вижу где-то да ну по крайней мере у него желание такое было подвал углубить дело в том что в подвале тоже фундамента не видно и как бы у него пол бетоном не залитый кирпичом выложенный поэтому проще кирпич убрать и углубляться и заодно посмотреть было бы интересно конечно что там на какой глубине находится на какой глубине находится фундамент потому что с кирпичей как бы фундамент это как-то не серьезно по крайней мере сейчас точно не серьезно делается изоляция откапываются все такие дома и один из друзей у меня тоже это проделывал откапывал изолировал и даже не один кого я знаю другое ему даже начинал это делать потом работа другая появилась и я забросил что-то другую может начал делать доделал в общем изоляцию так что тут интересного еще а это что у нас что за клуб это клуб дом вообще завернули сюда я уже не помню там я так понимаю тоже тупик да скорее всего домики тоже есть ничего такие красивенькие довольно с окнами конечно такими же и не факт если там покопать может там еще один подвальчик есть ниже кто кто копал мотоциклисты и и и и другое попадется городок конечно прикольный ничего сказать не могу небольшой и живя тут можно довольно часто там где-то в горах что-то искать находить интересно у нас у нас как бы горы немножко совсем можно сказать холмы блин ну что имеем то имеем так все мы пришли к повороту по моему да о нифига себе камушек какой посмотри мы его сюда приперли откуда такой сюда огромный камень можно было притащить обалдеть какой здоровый очень большой и там их смотри как много дальше ладно идем пойдем дальше о какой прикольный домик вот балкон чуть ли не круговую три стороны балкон вот это балкон я понимаю крутяк там еще еще и высший этаж очень прикольный домик этот перемешку и камень и кирпичи и дерево дома всякие разные какие хотите на любой вкус ну больше конечно все же кирпичного это был век кирпичный какие-то дошли с каменного века когда с камнем делали все что хотели потом кирпичный век или не век а цивилизация а сейчас бетонная цивилизация все бетоном как вот этот амфитеатр на горе все бетоном закатать чтобы не было никаких вопросов окна кругом там камень не знаю облицевали может просто возможно там он окна за машиной выглядывает все все как везде это это нет по ширине сделали чуть-чуть сейчас уже хотел сказать они даже по ширине в один в один чуть-чуть их заузили почему-то не знаю зачем да какие-то красивые домики какие-то не очень в этом году наверно много дров будут собирать на мишень ты буржуйку себе сделал надо срочно этот бы таки делали сейчас самая тема бы тогда пишешь на ну это не то конечно а мешками заложен до саты говоришь мы тут не шли это ты чё-то попутал я говорю мы тут повернули вон красивые балкончики такие прикольно конечно ну тут уже кирпич то новый какой-то да наверно эту обкладку сделали снова кирпича балкон балкон то явно сохранился старый прикольный балкона какой он с двух сторон как бы балкончик но почему-то двери замуровали окна походу двери были сюда с выходом на замуровали сделали окна и то есть вот эти балкончики 1904 вот эти балкончики они стали как не балкончики уже выхода то нет замуровали блин конечно странно это очень странно все наверное может где-то тут на выход идем да но снизу тоже не факт что каменная часто за они обкладывают камнем просто делают как это под камень но он там красиво окна он туда сколько три окна 4 считай не видно да они вот под решеткой а там два окна едва едва выглядывают в конце дома вот вот не сам тут под решеткой вообще ну вот да тут возможно тут возможно дверь когда-то была там внизу там где-то наверно прихожка замурована как я на одном в одном доме там точно знаю там под порогом я даже замерил во всех комнатах метр шестьдесят там прихожка замурованная шириной метр шестьдесят так миша не я что-то потерялся слушать откуда он налево нам сейчас все нашел в церковь я увидел и все сориентировался думал я потерялся уже нашелся так а это чего у нас растет груши или чай персики не пойму нет ни груши не персики груши что ли какие-то непонятные да вон она церковь все мы вышли обратно ну и все тут показывает дальше смысла не да а ну там в конце я еще прикол покажу приколимся и домой поедем смотрите какие продуманные сделали в общем надо номер свой вписать автомобильные потом покупаете этот талончик на парковку в общем вы не можете передать его другому было когда-то я в трамвае ездил и там тоже время допустим 45 минут по моему было неважно и меня всего там ехать буквально пять или десять минут я подъехал на выходе человек входит я ему отдаю говорю что он еще я гультик ну то есть действительным и можешь ехать то тут я уже не могу его передать потому что номер стоит и в общем то все самый прикол мою халяву закрыли представляете все камнями обложили и в общем я при парковаться теперь не могу на халяву ну там он люди все равно нашли на входе я хотя тоже на него смотрел на подумал да ладно хрен с ними заплачь а представьте если как участвовать сюда ездить ну короче ладно халяву перекрыли вот камушками прям все заложили на на этом пожалуй все всем удачи и счастья здоровья пока а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok